СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ Какой земляк? Народный артист РФ. Народный артист Республики Азербайджан. Создатель единственного в мире аттракциона с участием бегемотов. Ну и можно продолжать и продолжать и продолжать. Человек, который много лет представлял Советский Союз во всем мире. И по которому судили во многом, что из себя представляет Советский Союз. Что это за страна? Тофик Гусенич Ахунтов. Да, знаменитый цирковой артист. Тофик Гусенич, приветствуем вас. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я напомню, почему именно такая возможность у нас с Тофиком Гусеничем пообщаться с своими коллегами. Тофик Гусенич сейчас работает, гостит в нашем Киевском государственном цирке. До 2 декабря продолжается эта программа, экзотик-шоу. И вот аттракциона с тремя великолепными гранциозными, гранциозными, полуторатонными животными, гиппопотамами. Вот как раз это все можно видеть в эти дни в Киевском цирке. Так что добро пожаловать. Но их можно не бояться. Тофик Гусенич говорит, что они вегетарианцы. Оно так и есть. Я надеюсь, что Тофик Гусенич там где-то по ночам мясом не подкармливает своих водопечек. Прекрасная возможность пообщаться у нас сегодня в программе «Союз Нерушима» и в нашей межнациональной программе. Поговорить о ваших корнях, о ваших истоках, о тех каких-то фундаментальных вещах, которые были заложены в вашем детстве, в вашей юности. Как они по жизни затем складывались и развивались. Ну и, конечно же, уж позвольте, мы упомянем эту дату. Это говорят о возрасте женщин, нельзя уговорить. Но мы просто в восторге. Мы восхищаемся вашей формой. На следующей неделе Тофику Гусеничу 28 ноября, я имею в виду, исполнится 77 лет. Да. Тот же, Гусенич, а вы по-азербайджански здороваться умеете? Ну, конечно. Ну, поздоровайтесь. Ассалам алейкум. А алейкум. Ассалам, да. Азербайджанский. Тот же, Гусенич, а родились вы? Я родился в Баку. В городе Баку. В городе Баку. Прямо в самом центре? В самом центре, около знаменитой азербайджанской мечети. Тазиапир называется. Да, да. В городе Баку я родился. Это был 41 год? 28 ноября. А вот вокруг вас жили одни азербайджанцы? Нет. В том доме, где я родился, там вообще в Баку город, в принципе, интернациональный город. Везде, даже есть были такие районы, где, допустим, жили одни азербайджанцы, но там обязательно присутствовали и другие национальности. А в том дворе, где я родился, там вообще был полный интернационал. Там жили и азербайджанцы, там жили и русские семьи, армянские семьи, грузинские семьи, осетинские. Под нами жила еврейская семья. В общем, там полный интернационал был. И вам это жить не мешало? Абсолютно. Абсолютно никто ни с кем не ругался. Все было нормально. Все дружно жили. Довольно-таки скромные условия были жизненные. Не то, что сейчас. Понимаете как? Я помню тоже вот с детства, что обычно разговаривали на каком-то особенном языке люди. Не на чисто русском, не на чисто азербайджанском. То есть смесь слияния языковой какой-то. Вы знаете, вот я вам одну вещь скажу, что я вот так вот, ну я ездил, я был во всех союзных республиках, еще даже в советское время. 15, напомним, их было. Да. 15. Напомни на всякий случай. Да, но даже, я помню, было даже 16, по-моему, было. Ну? Да. Ну ладно. Карелло-финская. Карелло-финская СССР. А, СССР была, да. Была такая. Я застал это время. Тоже там были, в общем? Нет, в Петрозаводске они были. Ну а СССР ведь не считается, как бы. Это после Первой мировой, когда, значит, отошли эти земли. Не, ну, союз Советских Социалистических Республик, да, в начале было 16, а потом она стала союзно-автономная республика. Ну ладно, на каком языке все-таки вы говорили? Ну, вот даже до сих пор, я вот в Баку был буквально 4 года тому назад, даже сейчас, там, понимаете, вот интересная вещь. Они говорят вот, вот говорят по-азербайджански, потом раз вставляют русские слова. Или наоборот, говорят по-русски, там вставляют азербайджанские слова. Простите, русские какие-то такие эмоциональные. Ну вот... Или как получится. Ну, назовите мне Вторую Республику, чтобы говорили, вот часть слов говорят по-русски, часть по-разербайджану, это на своем языке. А вот в Азербайджане это было принято. Не могу представить. И это, кстати, русские тоже. И русские тоже, да. То есть и русские на азербайджанских тоже. Да, и даже было, помните, было стихотворение, переложенное, это самое, про ворону с сыром, да? Да. Послал воронья. Один был, нет, один черный гарга был. Гарга это вороночка. Черный гарга был. Гарга пошел, пендир нашел. Пендир это сыр по-разербайджански. Вот. И вот поэтому такой очень интернациональный... Был никаких там национальных вопросов, сколько я живу, я никогда не помню. Никогда вообще близко, даже мыслей никогда никаких не было. Поэтому, может быть, я поэтому такой вот вырос в Баку. И интернациональный человек для меня не имеет значения национальность. Мне главное, чтобы был хороший, порядочный человек. Ну, слушайте, тяжелое время, да, вы родились? Как раз начало самое великое отечественное. Я, да, я родился в тяжелое время. Ну, я, особенно мы так, кто там, это не чувствовали особенно, потому что, ну, отец у меня на войну ушел. Вот. Вернулся, простите. А? Вернулся, простите. Да, он с войны вернулся. Но он... Напомню, что 630 тысяч азербайджанцев ушли в Первую мировую войну. Во Вторую войну. Во Вторую войну. В Великую отечественную войну. В Великую отечественную войну, да, 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 прошу прощения. И половина из них не вернулась. Но зато 130 героев Советского Союза. Ну, вот у меня отец, он прошел войну, он был и на Сталинградской битве участвовал, в Курской, на Курской, под Воронежем был. В общем, потом он был ранен, и, в общем, с войны его постепенно... Комиссован комиссован. Да, он участник Великой отечественной войны, ветеран отечественной войны. Вот, имеет, и заслуги имел, и все перед Родиной, в общем. Он вообще сам... Награжден был, да? Да, он член Союза художников был СССР, член Союза художников России, член Московской ассоциации художников тоже. То есть творчество у вас крови. Ну да, но только цирковых артистов у нас в роду никого не было. А вот, кстати, да, об этом хочу спросить, а потом вернуться в ваше детство. Вообще, как в Азербайджане, в азербайджанской культуре воспринимается цирковое искусство? Ну, это же, ну, это все на усладу публики, да? Ну, у нас, понимаете, у нас вот в районах Азербайджана были национальные такие вот самородки, которые, в общем-то, к цирку можно эти жанры отнести. Были такие, ну, называются пахлеваны, то есть такие борцы-силачи, да, богатыри. Типа Ивана Поддубна. Ну да, это одна из известных особенностей. Да, на плечах даже рельсы гнули. Я сам своими глазами видел это. Ну, кстати, в одной из наших передач мы с таким пахлеваном как бы встречались, он приезжал сюда. У нас были силачи, вот, Сали Сулейман, потом братья Ясуповы, два брата, вот, Чингиз Георгчайли такой был. В общем, я... Канатоходцы какие-нибудь, да? Да, кантоходцы были, вот, знаете, как вот в Дагестане вот есть кантоходцы. Вот такие и в Азербайджане были такие вот любители покрытия огня, там, и все это, шпагоглотатели, все это было. Вот, но я не могу сказать, что это такая цирковая республика, цирковой край. Я не могу сказать. Но... Ну, наверное, у Азербайджана другое преимущество все-таки, да? То есть пение, мухам, там... Да, там музыканты были, там пение было. С мировым именем, да. Да, но я вам должен сказать, что Баку, в силу того, что он был многонациональный и интернациональный город, он дал миру великих людей, великих музыкантов, понимаете, все это. Очень много больших людей, связанных с искусством, которые многие потом переехали из Баку, и вот в Москве находятся, и вообще в российских городах. Вот. И кинорежиссеры, и... Ну, в том числе, потому что мы были в одной стране, мы все жили. То есть это было... Ну, а Баку дало много, понимаете? А Баку дало много, да. Там джаз, там очень хорошо шел джазовая музыка, там многие... И сейчас джазовый фестиваль Габале проводится ежегодно, ежегодно. Со всего мира собираются великие исполнители джаза. Видимо, вот отголоски прошлого, то, что вот город такой был интернациональный и многонациональный, и столько вот разных национальностей людей, коренных бакинцев, вышли именно из Баку, которые потом разъехались по всему миру. Ну, можете назвать, назвать. Ну, Ростропович, бакинец. Ну, да. Кинорежиссер Меньшов. Владимир. Владимир Меньшов, бакинец. Юлий Гусман. Бакинец, да. Бакинец. Певцы. Очень много знаменитых певцов. Ну, про Магомаева, по-настоящему, мы не говорим. Ну, вот смотрите, кстати, Муслим Магометович, он младше вас, на год почти, что я смотрю. Он в 42-м родился. Я его помню, мы с ним знакомы не были, несмотря на то, что мне приходилось, я раньше работал на эстраде в Баку, а он был в самодеятельности. То есть, как бы еще не профессионал такой, да? Да, да. Он в музыкальном училище учился. Я помню, как он встречался с девушкой, да, рядом соседка моя. И у него, его родная бабушка жила в коммунальной квартире вместе с моей тетей, понимаете? Вот так вот. Да, двоюродная тетя моя. И я даже к ним в гости приходил и видел его бабушку. Такая благородная старушка была, я помню. Вот. И Муслиму я очень любил, он туда приходил. Но я так получил, что мы с ним не, ну, как вам сказать, не... Ну, не сошлись в пути. Не было повода, чтобы вы остались там. Не встречались. И я никогда не забуду, а я тогда в акробатическом номере был с партнером в Баку, да? И вот мы в клубе моряков, у нас клуб моряков в Баку был. Это какой год уже? 50-й это уже? Ой, это... Не, это не 50-й год. Это где-то, наверное, 58-й. 58-й, то есть ближе к концу, 58-й год примерно. То есть вы юноша. Ну, мальчишка, да, мне 17 лет, и ему, да, тоже лет... Ну, мне, может быть, 18, и ему 17, допустим. У него даже еще щетина не росла, он рисовал бакенбарды эти. Ходил, да, и пел. И мы там заметили, слушай, какой классный голос у этого парня. Вот так вот запомнили, да? Потом я уехал в Москву в цирковое училище, поступил. Он учился в музыкальном училище, потом консервант. Потом он приехал в Москву, его отправили учиться в Милан. И очень, да, и он очень понравился. нашему первому секретарю Алиеву. Он ему, конечно, направил. Он видит, что талантливый парень, и он его направил. И вот таким образом. А так-то я его хорошо знаю. И в смысле того, что всю его деятельность... Ну, просто не были мы знакомы. Я даже вот с нашим министром... Сейчас он посол в Баку, в Москве. Палат Бельбелеглы, народный артист Азербайджана. Я с ним не знаком. Я с ним не знаком. Ну, понимаете, я уехал рано из Баку. У меня было что-то... Так, надо Палату Бельбелеглы сказать, что он тут много теряет. Он не знает Токфика Ахундова, Токфика Гусейнича. Я думаю, что он много в жизни потерял. Ему надо обязательно познакомиться. Нет, а я вот сейчас приеду, мы сейчас начинаем гастроли в Москве. Я сейчас обязательно ему позвоню. Обязательно позвоню. Он знает меня 100%, потому что он подписывал, когда мне давали звание народного артиста Азербайджана. О! Да. Он... Все-таки поучаствовал в вашей судьбе. Умер, да. Умер там. Был такой Багиров у нас. Вот. Он этот министр культуры был. Интеллигентнейший человек какой был. А потом после него стал вот этот Палат Бельбелеглы. И звание было подписано уже им. Понимаете как? Поэтому фамилию, конечно, он, может быть, и вспомнит, но наверняка знает 100%. С отцом моим прекрасно был знаком. Вот. А я с ним лично не знаком. И я поэтому хочу позвонить, пригласить потом в цирк на наш спектакль. И я думаю, что он с удовольствием придет. Стафий Гусеевич, хочется вернуться еще в ваше детство. Какие самые яркие моменты, воспоминания именно, когда вы всей этой интернациональной компанией, не знаю, занимались своими делами? Во дворе, наверное, так бегали, что-то там такое. Ой, во дворе занимались штангой. У нас штанга была, гири. Вот силовыми этими делами балдели от этого. То есть мальчики любили. Да, да. Но я помню, тогда и девочки с мальчиками вместе, так сказать, бегали. Ну, в Баку у нас там что-то девочки так не бегали с мальчиками. В то время, где я был, совсем им были пацаны. Совсем другая молодежь была у нас, понимаете как? Я дружил, друг детства у меня был. Сейчас он народный артист Азербайджана, кинорежиссер Кулиев. Знаменитый композитор был Тофик Кулиев. Это его сын, Эльдар Кулиев. Он примерно мой ровесник. Вот он кинорежиссер. Он в Баку так и остался. А я вот уехал в Москву. Вы встречаетесь? Нет, я его так и не видел с детства. Вот как мы встретились и больше я его так и не видел. А более тесные связи с кем-то вот из друзей именно из детства сохранились? Я понимаю, что время идет. Из всех моих друзей, бакинцев, да. У меня на сегодняшний день только один остался человек. В Баку живет он. Он сам по профессии стоматолог. Вот даже техник, то есть он делает вот эти... Протезы, что ли? Изготавливает все. Зубы, все такое. Зубной техник классный. Вот. Единственная, с кем у меня связь. Со стрелями полностью оборвано. Не знаю, где, кто, что. Даже там же после развала Советского Союза, если бы все было бы нормально. Там многие поуезжали. У одного жена была армянка, он с ней оттуда уехал. Где, что, жив, не жив, ничего не знаю. Хочу найти, не знаю, как найти, понимаете. Вот даже у меня, подо мной, вот там, где я жил, под нами, в подвале, жила еврейская семья. Вот. Я дружил с ним очень. Его зовут Альберт. С мальчиком? Да, отец у него был азербайджанец по фамилии Мамедов, да. Альберт Мамедов, мать еврейка. Вот. И очень хороший парень был. Но он себя считал азербайджанцем, все это. И он это... Так вот потерялись. Ну, он сейчас где, в Азербайджане или где? Не знаю. А как найти у меня телефон? Был телефон тот, который у меня был? Там другие телефоны, там все. Ну что, дайте мне адрес. Я когда поеду... А я даже адрес вам не могу. Ну, старый адрес, да. А, дома-то, наверное, уже не было. Чего-то, понимаете, вы меня, вот, где отец мой родился, снесли его вообще от этого дома. А отчество у него как было? Мамедович. Мамедов Альберт Мамедович. 42-го года рождения, 6-го января. Все, где найти мне его? Да, я запишу. Все прекрасно понят. Идти, да, может, и найдем. Идти, вот, на эту программу... Жди меня. Жди меня, не хочу я. Ну, слушайте, я думаю, что все равно возможности есть, там, интернет сейчас... Ну, как найти? Я не знаю. Интернет сейчас дает... Алик? Мамедов Альберт. Альберт. Альберт Мамедович. Мамедович, ну, вы человек известный, но в российское посольство делаете заявку, они, я думаю, не откажут. Мамедович, 6-го января. 6-го января. 42-го, надо даже день рождения, по-моему. Да, да, конечно. 42-го года рождения. Понял? Жив. Не может, он не жив уже. Я же не знаю, понимаете, такое дело. А сейчас у меня только вот это, то, что я говорил, зубной техник. Кямал Гаджиев Кямал. Ну, мы его по-русски звали. Работает. Ну, с ним вы, наверное, приедете уж. Ким, а я в сне. Где он живет, тоже не знаете. Нет, ким я знаю. Ким звонил и недавно поздравил его с 80-летием. Вот, буквально, когда недавно. Да, я ему недавно звонил. Все работает еще? Ну, так. Постольку-поскольку. Так вот, особенно, официально он уже пенсионер. Ну, его знает, он помогает там многим. Вот, и ученики у него были там, все это. Вот, с ним я поддерживаю канал. Больше у меня никого не осталось. Никого, понимаете как. Так что, из друзей таких вот. Единственное, вот этот. Хотелось найти вот друга детства, с которым я очень много контактировал. Альберт, и не могу найти никак. Тофик Александрович, а какой праздник больше всего вы в детстве любили? И сейчас, может быть. Ну, с детства нам очень, мы любили, конечно, Новый год. Новый год, это был какой-то торжественный праздник. То есть, вот этот вот, 31 декабря на 1 января. 31 декабря, это, мы страшно любили это. Ну, и, конечно, у нас был очень любимый праздник. И по сегодняшний день, это 21 марта, Байрам. Новрусбайрам, это вот, в Азербайджане всегда хорошо отмечали. Самое интересное, что его даже русские отмечали. То есть, мы знаем за нашим столом. Они все это отмечали. Многонациональные, да. Да, вот это вот. Мы уже несколько раз посвящали этому празднику передачи. И да, действительно так, все так и отзываются. А вы как отмечали его? Ну, обязательно, обязательно готовили вот плов, все это. Напомните, как раз, бахлава, сладости, вот эти все. Пророщенные растения. А, Семенина. Семенина. Я вообще любитель азербайджанских этих... Кухни. Да, я никогда не забуду. Я приехал сюда, в Киров, и наткнулся на одну лавку. Здесь, недалеко от цирка, значит... Специи? Нет. Там пекли лаваши. Я люблю хорошие свежие лаваши. Вот, купил. И смотрю, там они пахлавовывают. А это, значит, дагестанцы. А, дагестанцы. Да, дагестанцы, но которые жили прямо на границе с Азербайджаном. И вот они, видимо... И видели там через границу, как азербайджанцы делают пахлаву на столе. Подглядывали, да. У меня была... Я вообще пахлаву обожаю, но люблю хорошую. Не такую вот, знаете... Настоящую. Настоящую. Даже вот... На меду, на масле, там все как положено. Даже в Москве есть в магазине, в этом торговый центр, вот этот вот, Вегас, да, Вегас, Агаларовский. Там есть такой магазинчик, где продают несколько видов пахлавы. И все равно это не то, что вот ваку как это делают, понимаете-ка. Я никогда вам не забуду, на всю жизнь запомнил. Это так смешно было. Я работал в Балтиморе. Но я вообще любитель на машине ездить везде. Машины для этого существуют. В общем, вы заядлый автомобилист, если можно так сказать. Я, да, я обожаю автомобили. И сейчас. И сейчас тоже, да. Я даже сюда своим ходом приехал. В Киров. А в Тюмень своим ходом ездил. Это Киров. По секрету скажу, Туфий Гусейнович, нехорошо высказался в наших дорогах. Не может быть. Перед началом разговора. Ну, я люблю правду говорить. Ну, правда. У вас прекрасный город, я ничего не могу сказать. Город у вас великолепный. Но про дороги промолчу. Да, про дороги я буду молчать. Хоть у меня и машина неплохая, но тем не менее. Чувствуется все. Да, это чувствуется, да. Ну, вот сейчас снежок подбросил, немножко лучше. У меня друг есть такой, отец Николай. Он говорит, мы как-то шутим все время. Говорю, ну, когда, отец Николай, дорогу-то сделает? Он говорит, скоро, скоро, святой Николай все сделает. Скоро. Святой Николай все выровнит скоро. Так вот, я, значит, Пахлавы. Значит, работал в городе Балтимор, большой город Балтимор в Америке. И ездил по окрестностям. Вдруг там в пригороде какой-то типа поселка такого. Смотрю, написано, бабушка Дели. Ну, что это такое? Подъехал небольшой, маленький частный магазинчик. Вот. И вдруг, смотрю, там лежит такой противень, и на противне пахлава. Настоящая. Да. Я ему говорю, вы можете мне дать одну, взвесьте, пожалуйста, одну. Я хочу попробовать. Чтоб распробовать, да. Говорил по-русски, с акцентом, но говорил по-русски. Но какой-то национальности непонятной. Я не мог определять, вообще определяю национальность, но не мог я определить. You speak English, speak English. Ну, не так и сяк. Не реагировал. Не светлый был. Парливый уханзи. Не славянской внешности, да. Он мне дал такой вежливый, улыбчивый, все. И женщина какая-то там была. Он мне дал попробовать, мне очень понравилось. Очень. А меня удивить пахлавой сложно, потому что я очень хорошо в ней разбираюсь. Ну, надо думать, да. Да. Я говорю, взвесьте мне, пожалуйста. Он говорит, сколько? Я говорю, пару килограмм. Он еще обалдел. Через неделю я к нему приезжаю. Я говорю, дайте мне противень. Целиком. Я у него постоянный был покупатель пахлавы. Как Киров здесь тоже мне. Я не говорю, что супер. Но неплохая была пахлава у этих дагестанцев. Я у нее покупал. Ну, они не через границу, кстати. В Дагестане есть отдельный район, где живут азербайджанцы. Да, совершенно правильно, да. То есть это как бы наши российские азербайджанцы. Я нашел, я здесь покупал, пока я здесь работал. Потом я приехал сюда в прошлый раз, год тому назад, смотрю. Их уже нет. Я говорю, а где они? Они, говорит, переехали. Куда? Чего-нибудь знаю. Ну, насчет Америки, это комедия, конечно. Я хочу сейчас обратиться, да, возможно, вот к представителям общепита нашего, да. Кто-то, если готовит и считает, что у него классная пахлава, вы можете проверить это на Тофике Гусейнович. Тем более у него 28 ноября, день рождения, у вас есть шанс угостить его настоящей азербайджанской пахлавой. Если вы его угостите, я думаю, без труда и автограф оставит, распишется. И сфотографирует. Да, там, лучше никогда не пробовал пахлавы, все сюда. Да, да, да. Спасибо, спасибо, да. У нас сейчас небольшая пауза, реклама, и мы продолжим нашу беседу. Да, время летит, сказалось сейчас, до эфира. И в эфире это произношу Тофик Ахундов, народный артист России, народный артист Республики Азербайджан, создатель единственного в мире аттракциона с участием бегемотов. Спешите видеть, как говорится, да, в нашем Кировском цирке до 2 декабря. А когда у нас время не летит? До 2 декабря. Всегда с гостями очень интересный разговор. А сегодня тем более Тофик Гусейнович, человек, который много лет представлял Советский Союз. Мне почему-то нравится повторять, что представлял Советский Союз в мире и создал единственный в мире аттракцион бегемотов. И бегемоты-вегетарианцы. Вегетарианцы, да. А, кстати, раз уж мы заговорили о еде, возможно, у вас, Софья Гусейнович, тоже, склонности и пристрастия к тому, чтобы готовить что-то своими руками, угощать друзей, гостей. Вы знаете, я раньше что-то там еще мог готовить, там где-то что-то. А сейчас, как-то, знаете, со временем, когда ты отвыкаешь от этого дела, человек отвыкает, он уже не может готовить. То есть я могу, конечно, что-то там... То есть перестроились, поменяли круг своих каких-то... Жена у меня, она... у меня жена кубанская казачка с Кубани. Она очень хорошо готовит. Потом... Она уже готовит азербайджанские блюда? Любые. Любые. Она и азербайджанские готовит, и русские, и узбекские. И как это, казацкие, можно так сказать? Ну, она не умела готовить. Когда мы... Так сказать, она вышла замуж за меня, она не умела еще готовить тогда так. Почему Кубань? Постепенно. Вареники. Ну, дело не потому, что она с Кубань, не поэтому. Но там тоже любили там вкусно покушать. Ну, конечно, все равно это... В Азербайджане большое значение придавали, вот, чтобы блюда были вкусные почему-то всегда. И сейчас. И сейчас, да. Вот. Ну, и она, когда она за меня замуж вышла, она немножко ее раздражала, что я вот разбираюсь. И не то, что разбираюсь, а привередливый. Вот всем все устраивает, а тебя это не устраивает. А я привык с детства. У меня в семье всегда все было в этом плане нормально, понимаете как. Вот. И я ей говорил, что... А сейчас она сама уже где-то что-то не то, она начинает. То есть она сама... Это как в фильме, что ли, в ЗЗС там было? Там на завтрак яичница, на обед яичница. Ну, чего? Омлет. Ну, помните, да? Бывает. Это предоставляется общежитие. Бывают иногда такие случаи, и в моей жизни такое было, когда ты до предела занят, ну, не можешь никуда оторваться, ничего, даже пойти посидеть, покушать, там, в ресторан или в кафе. И приходилось вот три раза в день, один день у меня, один день, я завтракал, обедал и ужинал в Макдональдс. Ой-ой-ой-ой. Да, было такое. Не здесь, за рубежом, в той же Америке. Вот мы приехали, разгружились, нужно было вытаскивать животных. Я целый день не мог никуда-то отойти даже на 15 минут. Ну, и тут уже посылаешь там, чтобы принесли быстренько. Ну, это, ну, честно сказать, очень тяжело завтракать, обедать и ужинать в Макдональдсе. Это очень тяжело. Тофик Александрович, а сейчас любимое ваше блюдо? Ой, вы знаете, вообще, вот самое любимое, я не могу сказать, что у меня самое любимое, да? Ну, понятно. Ну, я, например, из первых блюд у меня на первом месте стоит солянка из осетровых рыб. Понятно. Каспийское блюдо. Да, несколько видов осетровых рыб. Губа у вас, извините, не дура. По-русски говоря, уха, но при этом еще и солянка. Соляночка из осетровых рыб. Из осетровых рыб. Потому что лучше осетровых рыб ничего нету, поверьте мне. Ну, никакие. Я покушал и попробовал очень много рыб, понимаете как, всевозможных. Лучше, чем осетровые вот эти вот соляночка осетровая из осетровых. Ну, да. Чтобы там каперцы были, чтобы там были маслины, чтобы там были оливки. Ну, супер, это должно быть. И обожаю хорошую вкусную баранину, хорошую. Потому что баранину вкусную. Хорошую это какая? Это огромная проблема купить хорошую вкусную баранину. Да. Я даже... Только что заколотая. Не обязательно. То есть барашек нормально за ним... Ну, замороженные уже за ним ухаживали, его нормально кормили. Да, да. Не в этом дело. Я не знаю чем. У меня был случай. Я поехал в Баку, на рынок, вот когда я 4 года назад был. Мне дали ягненочка совсем, я не знаю, что... Это была... Мы протушили, она была как резина. Вот, пожалуйста. И такое бывает, понимаете? Ну, может, так приготовили? Не обязательно. Нет, 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 нет. Мы готовим... Полгода. Даже такое... Что вас это в заблуждение ввели? Не, 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 не. Сказали, что тут на полугодовой... Даже в Москве, вот я живу в Москве, есть места, где можно приобрести. А есть, которые... Ну, ешь и невкусная баранина, понимаете? Такое... Очень сложно найти. Очень хорошую баранину, но очень сложно найти. Вот. Хорошую баранину обожаю. Ну, естественно, что я родился там. И... И на гриле. И на гриле. И на гриле. И на козанке кебаб, и на гриле, и люля. По-всякому. Ну, чтобы это было самое... Как у меня дедушка говорил, он говорит... Я, говорит, люблю всё. Главное, чтобы было вкусно. Да. Вот. И... Одно из таких любимых, конечно, я... Ел всевозможные морские вот эти вот... Омары. Ну, всё, да. Лучше, чем... Камчатский. Свежий. Камчатский краб. По-моему, ничего нет. Поверьте мне. Я никогда не забыл. Я был рынок, на рынке, который исключительно торговал вот омарами, лангустами, там всё. Вот только такое всё, да. Но там не было камчатских крабов. Это в Сиэтле было. Я никогда не забыл. На базаре. Туристы приходят туда специально, как шоу смотреть. Ну, там покупаешь. Ну, покупали мало кто. Смотрели в основном. Вот. И я пришёл к выводу, что лучше, чем камчатский краб, ничего нет на свете. У меня вопрос ещё такой серьёзный. Ну, мы сейчас, понятное дело, больше говорим о светской стороне жизни. О том, что... Безусловно. Но всё-таки, Туфий Гусейнович, вот там с вашим опытом, всё-таки вот у вас часто возникали моменты, когда вы понимали, что вот я же мужчина, я же мужчина с Кавказа, я же азербайджанец. Вот этот стержень, он насколько часто в вас проявлялся? То есть вот эти традиции земли, которая вас родила, где вы появились? Ну... Как только, наверное, на тебя в зеркало смотрят, сразу говорят, я же азербайджанец. Не, ну, на меня посмотришь, не скажешь, что я китаец. Да, да. Я говорю о каких-то морально-волевых качествах, да? Когда вот вас говорила кровь действительно, да? Ну, здесь ещё тоже... Это зависит уже от генетики. Можно быть азербайджанцем и быть таким, знаете, как говорят, подкаблучником или там... Телёнком. Телёнком, да, ни рыбы, ни мяса. Ни то, ни сё. Здесь зависит чисто от генетики. Вот. У меня, например, папа был очень... По сравнению со мной, он такой был более спокойный. Более спокойный. Он такой был, в общем-то, настырный, да? Но более спокойный. Сколько лет, простите? Отцу? Да, в каком возрасте? Он уже умер два... Вот скоро будет три года будет уже, как он умер. До какого возраста? Ну, ему почти 94 года было. Да, он вообще-то, он родился в девятнадцатом году, в принципе. Но в паспорте у него двадцатый год был. А братья, сёстры у меня? Сёстры у меня... Одна у меня умерла, сестра. Две у меня живы. Одна живёт в Москве, а другая в Крыму. Ну, не в цирковом. Мне никакого отношения близко не имеет. Кроме... Я единственный в семье, которая... Даже моей вот дочке она не захотела. Но всё-таки, если вернуться к вопросу, Володя, в характере проявляется то, что вы с Кавказа, азербайджанец? Ну, конечно, в Кае, в общем-то, я всегда был такой активный во всех отношениях. И, конечно, это тоже проявляется. То есть, огонь такой, драйв такой всегда присутствовал и присутствует по сегодняшний день. За супругой долго ухаживали? Минут у нас остаются. Ну, примерно год. Ну, просто надо понять, что, извините, кубанская казачка тоже непростая достаточно. Да, у них характер, да. Цветы, конфеты. У них тоже характер, будь здорово. Если что, и шашку можем взять, да? Кубанская казачка – это не японка. Сложно, разные варианты были в жизни. Ну, уже как-никак, она замужем со мной уже 40 лет. Дай бог вам здоровья и счастья. И вы работаете вместе, разумеется. И даже работаем вместе, да. Даже работаем вместе. И работали всегда вместе. А ваши дети? Ну, у меня, да, у меня было двое детей. У меня, сейчас у меня только дочка. Вот, сын у меня умер. Очень рано, да. Талантливый был парень в цирке со мной работал. Все, ну, так получилось. А дочка у меня в цирк не захотела идти. И она живет в Москве. У меня внуки есть. Вот, один внук у меня сейчас в Германии живет с матерью. Она вышла замуж за полуказаха, полунемца. А мать у него казачка, а отец казах был. Вернее, немка, а отец казах. Там же в Казахстане много немцев. Там очень много. И они уехали. Ну, а это им повезло в жизни. Почему? Потому что они жили в Тимиртау. Я никогда не забыл этот город. Я ехал на машине и подъезжал к этому городу. Это ужас. Это ужас. Экология. Да, это промышленный, да? Там металлургия, там столевары, вот эти все. Это ужас. Он маленький, но там вот этот завод, он больше, чем город. Вот. И хорошо, что они уехали, потому что он бедный. Он такой бледный был. Там не воздух. И сейчас они живут в Германии. Они, да, они недалеко от Кёльна живут, вот, в каком-то маленьком городке. Там их тысячи городов таких. И вот, и я так понял, что они очень довольны и счастливы. Ну, по крайней мере, лучше там жить, чем в Тимиртау. Для детей, тем более. Время, к сожалению, истекает нашей беседы. Огромное спасибо вам, Тофе Гусейнович. Я даже, ну, знаете, так в хорошем смысле поражен, что человек такого уровня может настолько открыто и просто говорить о вещах, которые важны для каждого из нас, да, вне зависимости, опять же, от того, где мы родились, какой мы крови и так далее. Спасибо большое еще раз с наступающим, хоть и не поздравляю. Спасибо, также вас. Здоровья вам. Спасибо. Счастья всего. Спасибо большое. Да. Ну и Кировский цирк, двери открыты. Тофик Гусейнович вместе с коллегами у нас работают до 2 декабря. Добро пожаловать. Да, Тофик Ахундов, народный артист России, народный артист Азербайджана, создатель единственного в мире аттракционов с участием бегемонов и ведущий Владимир Смитальнин. Да, простите, дальше. Про бегемонов хотелось что-то еще. Владимир Смитальнин и Азиз Агаев. Спасибо большое. Всем удачи. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова